Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще и отопление. Есть железная печь, но нет тепла. В некоторых местах в буквальном смысле слова обрезали трубы. А ведь холод на носу. В каждой квартире есть маленькие дети. Выяснилось, что у жильцов имеются задолженности перед Бишкек-Водоканалом. Но общую сумму 175 тысяч сомов. Это стало причиной, почему муниципальное предприятие прекратило водоснабжение этих строений. По УМИТ-1 174 тысячи, а по УМИТ-1 78 тысяч. Это дебиторская задолженность, выставлена по счету. Значит, расчет производится по двум адресам, по счетчику. Эти два здания, трех- и четырехэтажные малосемейки, появились в жилмассиве Кулмо в 2016 году. Возводил их один бизнесмен. После распродал квартиры через интернет по 16-17 тысяч долларов. Стены в домах из гипсокартона и железных листов, а через дыры, которые в них образовались, можно заглянуть в квартиру из общего коридора. Но это не главная проблема, говорят жильцы. После того, как они заплатили всю сумму владельцу дома, выяснилось, что постройка находится в залоге в банке, который теперь намерен выселить жильцов. Пенсионерка Любовь Гасанова с дружью в голосе вспоминает, чего ее стоило приобрести эти 40 квадратных метров. Нас не предупредил он, что этот дом в залоге. Снял-снял огромные деньги по 17, по 19, по 22 тысячи за квартиру. Но в конце-то концов выясняется то, что все это ложь, мошенничество и обман. Мы здесь живем без документов, без отопления. Свет постоянно у нас отключают, потому что у нас собственного транспорта нет. Жительница этого же дома Ольга Пересунько рассказала нам, что и она покупала квартиру на тех же условиях с предварительным договором и обещаниями застройщика. В январе текущего года, объединившись с другими жильцами, они написали заявление на бизнесмена в милицию по факту мошенничества. Но ответа так и не получили. Тем временем из банка ей уже пришло уведомление о том, чтобы она освободила жилое помещение. Теперь женщина не знает, куда идти с двумя детьми. Близких родственников или какой-то иной поддержки у нее нет. По сей день до сих пор суд даже с ним не состоялся, потому что якобы откладывается состоянием здоровья его, что он онкологически больной. Он напрямую говорит, я не сяду, потому что по его стадии его не садят. А вот меня, вот еще тоже соседка. Все, у нас осталась последняя стадия, это Верховный суд. И в любом случае мы этот суд проиграем. По словам местных жителей, некоторые обманутые клиенты до сих пор надеются решить вопрос полюбовно, вне суда. Продолжают верить обещаниям застройщика, который уже не единожды их обманул. Предприниматель-строитель заверяет, что изыщет средства и доведет объект до ума. Однако объяснить нашим корреспондентам ситуацию вокруг этих двух жилых объектов отказался. Не про залог, не про долги коммунальщикам. На телефонный звонок ответил и сказал, что на лечении.